За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 58 раз нарушили режим прекращения огня. На Донецком направлении военные преступники 72-й механизированной бригады и 55-й арт-бригады подверили обстрелы район населенных пунктов. Крутая Балка, Исиноватая, Яковлевка, Васильевка, Жабичево, Спартак, Ясное, Аэропорт, Кировский и Петровский руины города Донецк. Применив при этом 120 артиллерий снарядов калибром 152 и 122 мм, 80 танковых снарядов, 190 мин различного калибра. В результате обстрела населенного пункта Исиновата и Донецк Северный жители остались без электричества. К тому же получили повреждения по одному жилому дому населенного пункта Исиновата и Петровском районе города Донецк. Кроме того, с позиции 36-й бригады морской пехоты совместно с 40-й арт-бригадой противник подвергал обстрелы район населенных пунктов Коминтерного, Куликово, Сосновская, Ленинская, Октябрь и Саханка. Применив 53 артиллерий снаряда, из которых 27 калибром 152 мм, 9 танковых снарядов и 168 мин калибром 82 и 120 мм. В результате обстрела повреждены два жилых дома на селенном пункте Куликово. В результате обстрелов наших позиций потери составили трое погибших военнослужащих, один получил ранение. Для проведения провокаций Украина активно привлекает иностранных наемников, прибытия и размещения которых мы продолжаем фиксировать в зоне АТО. Так, наемники из состава Грузинского легиона замечены наши розетки, населенные пути Володарская, Красногоровка и Свердодарская, где размещены в специализированных лагерях, тщательно охраняемые подразделения полка Национальной гвардии АЗОВ. Кроме этого, по данным нашей разведки, население пункта Новгородская прибыли представители иностранных ЧВК в составе до двух взводов, а в район население пункта Новоселовка до взвода военнослужащих армии США. Не исключается подготовка спецслужбов вооруженных сил Украины провокации на территории республики. Так, в нашей разведке установлено, что в сторону линии соприкосновения из города Славянск убыла группа людей численностью до взвода в форме со знаками различий военнослужащих ДНР и РФ. И все это происходит на фоне лживых заявлений министра обороны Полтарака немецким журналистам об отсутствии намерений Украины в силовом возвращении Донбасса. При этом обострение ситуации в зоне конфликта напрямую связано с различными международными встречами с участием Украины. Так было в период проведения Евровидения, прибытия Порошенко на Мальту и систематических встреч контактных групп в Минске. Сегодня Порошенко прибыл с визитом в Германию и мы не исключаем, что количество обстрелов в провокации только увеличится, что будет использовано впоследствии для обвинения на острове Минской доверенности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...